Виктор Петрович, здравствуйте. В этом году под угрозу поставлено проведение одного из самых знаковых культурных событий в Архангельской области, фестиваля уличных театров. Поясните, пожалуйста, с чем это связано и как кризис повлиял на культурную жизнь города в целом. Прошлый год был годом культуры, а в этом году мы как бы подводим итоги. В области немало сделано, но самое главное для меня это то, что деньги подписаны уже и федерально, и это на строительство театра кукол. Это, дорогая моя, святое дело. Для меня очень важно, что музей Бродского в Неринге уже там начинает функционировать. Поэтому я могу говорить только о своем театре, что в год культуры впервые в истории Архангельска лучшие спектакли золотой маски прошли у нас в театре, в Ломоносовском театре. Мы вот эту акцию провели. Мы провели совершенно блистательный по составу, погода немного подвела, 20-й юбилейный фестиваль уличных театров. Это очень здорово. Честно говоря, это благодаря году культуры. Будет ли фестиваль уличных театров в Архангельске в этом году? Буквально дней 10 назад. Я тебе рассказываю это как анекдот. Мы сидим и решаем отменить фестиваль уличных театров. Потому что делать плохо, это фамилия Панов не может под этим делом. У нас и так достаточно плохого делают. Делать хорошо, все равно деньги. Мы же должны платить, извините, людям не рублями, а европейскими денежками. Решали вопрос. Я сижу, беру газету Леши Лепницкого «Бизнес-класс», читаю, значит, гороскоп, телец. То-то, то-то, то-то. Вечером, значит, возможны денежные какие-то поступления. Клянусь, я как анекдот рассказываю. Ну, мы сидим почти плачем. Надо отменять и все. В 11 часов 17 минут я поднимаюсь домой. СМС-очка. Смотрю. Виктор Петрович, дорогой, такая-то, такая-то фирма, все, достал 6 миллионов. Алексей Кудрин. Я, ребята, верь гороскопам, не верь, но вечером это. И мы быстро на следующий день все, значит. Ну, естественно, у нас в бюджете запланировано. Но я не могу врать, потому что сейчас, пока вот эти два месяца поступления сокращены все капитально. Ну, меня убеждают, что в апреле будет это дело. Но, конечно, уже не тот уровень. Ну, извини, в прошлом году мы евро, по-моему, 40 рублей стоили. Сейчас 70 надо уже покупать. Вот сейчас меня спрашивали на фестивале «Европейская весна». Мы же объявили кустурицу. Но прикинули, чтобы ему заплатить гонорар, я все должен продать, театр себя и даже свои плавки. Естественно, мы отказали. У него же огромная еще команда плюс ко всему. Ну, там проблемки возникли. А что это вы так? Вроде бы договор мы предварительно заключили и прочее дело. Ну, я так в публике говорю, ну, в прошлом году был Брегович, который всю музыку писал. Ладно, кустурицу мы через 7 лет. Потому что тот же Кудрин говорит, что вот это дело протянется 7 лет. А первые вот эти три года будут очень тяжелые и суровые. Ну, такой вопрос. Считается, что искусство помогает пережить сложные времена простым людям. Что вы думаете по этому поводу? Я не верю, что искусство исправляет человека. Нет. Переключает. Я имею в виду, переключает внимание. Переключает внимание. Это правильно. Я вот хотя бы 2 часа, он сидит в зале, он не плюнет мимо урны. Вот большего. Хотя, это я, может быть, утрирую. Потому что я, так сказать, стал, был оптимистом. Я стал веселым пессимистом. Дело все в том, что когда-то я говорил, что театр ничего не меняет. Нет. Не остается. Остаемся измененными мы. Мы все-таки, нас все равно это меняет как-то немножко. Надолго ли? Потом ведь вопрос-то еще в этом. Как выстраивается репертуар? Я очень уважительно отношусь к Ломоносовскому театру. Актеры замечательные люди. Все-все-все. Тимошенко тоже мой, ну, тоже Щукинское закончил и так далее, и так далее. Но, ребята, вот эти антрепризы, которые вот 90% полная лажа, они, мы рубим сук, на котором сидим. Мы уже, и они, мы уже не можем на хорошее что-то. Вот у меня не берут, например, билеты. 72 места у нас всего. Два спектакля. Россия молодая. Мы не можем продать эти. Ну, конечно, поближе там развернемся к этому. Народ уже на какую-то дешевку так вот подсажен. Это ужасно, конечно. Это в стране. Это не только у нас. Это в стране. Ну, а что, какая перспектива? Перспектива у театра, я считаю, плохая перспектива. Потому что мы, если он идет в сторону коммерциализации, у нас уже, вот я опять же умную статью прочитал, у нас уже образование коммерциализировано. Поэтому я шел раньше это, я понимаю, что мне это профессия. Ну, а сейчас мне, потому что вот это выгодно, это и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что идет все к этому, потому что, ну, нам в два раза в год Москва, причем, не Архангельск, увеличивает количество посещений в театре. Ну, как на 70 мест у меня зал, на полторы тысячи мне в декабре приказали увеличить. А где я возьму эти полторы тысячи? То же самое, Ломарова. Северный хор вообще плачет, у них же нет своей площадки. 2015 год объявлен в России годом литературы. Что планируется в этом году в Архангельске в связи с этим? А что касается года литературы, пьеса тоже литература. В театре все начинается с пьесы, да. Но мы опять вспомнили, когда я создал театр, я сказал, что я не люблю пьесы, потому что там все ясно как бы и так далее, я буду делать литературные инсценировки. И у меня была и «Ночь после выпуска», самый первый наш спектакль, потом «Яма Куприна», там «Булгаков, собачье сердце», очень много инсценировок. А сейчас у меня 8 спектаклей, 9 спектаклей, поставленных по прозаическим зарубежным. Одна, это «Заводной апельсин», и русским, там «Абрамов», там «Шукшин», и цитара, и цитара. Мы это решаем сделать, ну, где-то, наверное, под осень это сделаем. Вот цикл этих вот спектаклей по произведениям литературы, прозы, прозаическим произведениям в театре. Мы уже разрабатываем, как все оформить, где чего, это у нас будет в трех помещениях. И я хочу вот положить на стол губернатору и министру культуры вот такое вот предложение, вплоть до того, что пускай с области людей привозят, потому что, честно говоря, литературу у нас не знают. Я это дело сделаю обязательно. Вот так, тогда это будет оправдано, что год литературы, вот театр как-то вот это дело сделал. Виктор Петрович, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо тебе.